Добрый вечер, продолжаем изучение Машмот, 68-й уже урок по счёту, и находимся мы в главе ТЦВ, недельный раздел Торы, точнее, ТЦВ, а глава у нас 28-я. В самом начале главы читаем так. Довольно странное начало, точнее, не странное, но непривычное. Обычно начинаются подобного рода отрывки в Торе так. И сказал Бог Муше, скажи и так-то, сделай и так-то, приди туда-то. Здесь сразу Ваата Акревелеха, а ты приблизь. Точно так же в предыдущем отрывке Ваата ТЦВ, а ты повели. Есть местоимение – ты, но имени Муше нигде не сказано. Более того, в отличие от всех разделов Торы… Начиная с книги Берешит, книги Берешит Муше по естественным причинам не упоминается. Он там вообще не действующее лицо. Но начиная с книги Шмот и до самой последней буквы Торы всюду и везде упоминается Муше. В каждом недельном разделе, в каждой главе, за исключением вот этого недельного раздела ТЦВ имя Муше не упомянуто в нём ни разу. Вместо него вот такая вот форма – аты. Аты – повели, аты – приблизь. Почему? Естественно, комментаторы останавливаются на этом вопросе, задают его и предлагают различные объяснения. Не исключено, что причина такого неупоминания имени Муше здесь в том, что глава эта целиком посвящена брату Муше Аарона. Предыдущие главы посвящены были описанию Мишкана, каким образом должен быть построен храм, переносной храм в пустыне, из чего он будет делаться и как он должен быть сделан, и какие его размеры, и всё очень подробно. Вот рамки этого храма, они уже полностью описаны и выстроены в предыдущем разделе. Этот раздел ТЦВ, он фокусирует своё внимание на человеке, который будет служить в этом храме. Коин – священник, священнослужитель. Им назначается Аарон, и в дальнейшем след за ним его сыновья и его потомки. Они будут кланены. На них сосредотачивается эта глава по отношению к тем работам, которые были проведены тогда по сооружению храма. Это означает подробное описание тех священнических одеяний, которыми будет пользоваться Аарон, его сыновья – священники, служа в храме. И вот здесь имя Моше уходит, не упомянуто. Некоторые говорят, ну вот в этом и причина. Если, может быть, мы могли ожидать, что первосвященником, главным служителем храма станет Моше, оказывается, нет – его брат. Моше отодвигается в сторону, и подчёркивая то, что он отодвигается в сторону, его имя не упоминается. Отодвинут ли он, либо, как другие комментаторы говорят в этом проявлении его собственного скромного поведения, он отодвигается на второй план, поскольку Аарон выбран священником, он должен служить в храме, Моше отодвигается на второй план. Поэтому, чтобы подчеркнуть это, то нигде его не упоминают. Может быть. Всё-таки есть хоть какое-то упоминание – Ваата, ты приблиз к себе, и Алших поэтому говорит, что ведь не будем забывать, Моше руководил на самом деле всем проектом сооружения Мишкана, сооружения переносного храма руководил Моше. Он дал все эти заповеди, он дал все указания, он дал все повеления работникам, и он сейчас, и он же назначает священников. «Поэтому Всевышний сказал ему, а ты приблизь к себе своего брата Аарона», то есть, чтобы тем самым успокоить и приободрить Моше, Всевышний сказал ему, а ты, то есть, ты не опасайся, на самом деле твоя доля здесь больше всех. В конечном итоге всё это завёл именно ты, и всё этим руководил именно ты, поэтому твоя доля больше, чем кого бы то ни было, всё это возникло лишь благодаря тебе, и через тебя были даны все заповеди, и поэтому ревновать по отношению к своему брату не имеет смысла, ибо я священниками, этот твой брат и его сыновья стану только благодаря тебе и из-за тебя». Так пишет Алших. Ну, наиболее интересное направление для комментаторов даёт один очень короткий комментарий, который потом обсуждается очень-очень подробно и глубоко в нашей литературе, а именно – это комментарий Аби Яков Бааля Турим, автор книги Арба Турим, эта книга, он наиболее известен как крупнейший аллахический авторитет, на основе его книги был затем построен Шулхана Рух, но есть у него ещё помимо этого вот такое короткое произведение, это его очень-очень лаконичный, короткий комментарий к Торе, и в нём он говорит всего лишь несколькими словами о той проблеме, которую мы сейчас подняли. Почему имя Муше не упомянуто в этом недельном разделе? Говорит Бааля Турим, вспомните, что произошло во время, когда еврейский народ сделал золотого тельца и в дальнейшем пришёл час наказания за этот грех. Хотя, сразу же оговоримся, на самом деле по порядку изложения событий в Торе, то мы на самом деле до этого ещё не добрались. Мы ещё находимся в 28-й главе книги Шмот, а о золотом тельце речь пойдёт только в 32-й главе. Это мы не проходили, это нам не задавали, мы ещё до этого не дошли. Но известно, что мудрецы говорят «Эйн мукдамум и ухарбы тура», т.е. порядок изложения событий в Торе не хронологический. То, что события, то, что история про золотого тельца изложена после глав, которые говорят о сооружении храма, это не значит, что это произошло действительно после того, наоборот. Это произошло до того, и так комментируют Раши прежде всего, что в действительности события золотого тельца произошли сразу после того, как Муше спустился с горы Синай, т.е. когда он был на горе Синай второй раз, тогда всё и произошло. А вот повеление о том, что необходимо соорудить приносной храм, оно уже пришло после этих событий, хотя Тора написала его до этих событий, но пришло это повеление только после того. Так вот, в этой истории о золотом тельце, когда Муше уже спускается с горы Синай и видит, что народ пляшет вокруг золотого тельца, и он разбивает скрижали, затем он уничтожает этого тельца, и затем он обращается к Всевышнему с молитвой. «И возвратился к Муше к Богу и сказал, этот народ совершил великий грех, они сделали себе золотое божество. И вот не простишь ли ты их грех? Если же нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты написал». Одно из двух говорит Муше – либо ты простишь еврейскому народу их грех, если нет, то и я здесь ни при чём. «Сотри моё имя из книги, которую ты написал». Книга, которую всего лишь не написал. Это Тора. Значит, Муше потребовал, что если грех не будет прощён, если будут последствия, то прежде всего он в этом деле не участвует, чтобы его имя стёрли из Тора. Всевышний не внял молитвы Муше, грех не был прощён, пришло за него наказание, и наказание очень нелёгкое. Но, с другой стороны, и просьба Муше полностью не была удовлетворена, мы о нём знаем. В одной главе, говорит Баля Турим, в одном недельном разделе ТЦВ, в нём Всевышний, идя навстречу требованию Муше, стёр его имя. Нету имени Муше в одном недельном разделе. Вопрос тогда – хорошо, а почему именно в этом, в ТЦВ? Можно было бы, если вся штука в том, чтобы выбрать какой-нибудь недельный раздел и в нём полностью стереть имя Муше или какую-нибудь главу? То есть, естественно, вопрос – почему выбор Всевышнего пал именно на эту главу? Вот чём вопрос. Есть разные ответы на этот вопрос? Чём сегодня продемонстрировать два очень разных по своему подходу? Первый подход – это то, что называется дроша. Дроша – так, как говорят. Второй подход – совершенно иной. Это уже подход более глубокого изучения и понимания. Начнём с первого. Итак, утверждает Баля Турим, что Всевышний в соответствии с просьбой Муше стёр его имя в одной главе. Вообще, это непонятно, ведь Муше здесь проявляет колоссальность уже на самопожертвовании ради еврейского народа. Полностью, целиком он даёт себя ради еврейского народа. Либо их прощают, либо, если нет, то я в этом не участвую, меня нет, я не хочу быть в этом. Сотрите меня. Ну, казалось бы, нужно его, наоборот, поблагодарить за это, возвеличить за это, похвалить за это. А Всевышний удовлетворяет его просьбу, стирает его имя. Не во всей Туре, но хотя бы в одном разделе. Почему так? Как это? И почему именно в этом разделе? Не исключено, что корни того, что произошло здесь, они лежат ещё раньше, намного раньше. В самом начале книги Шмот в первых главах рассказывается о том, что Муше после того, как он бежал из Египта, пас скот своего тестя Итро в пустыне, и тогда Всевышний явился ему и повелел идти в Египет для того, чтобы исполнить важнейшую миссию – вывести еврейский народ из Египта, освободить его из египетского рабства. Муше отказался. Отказывался он под самыми разными предлогами, пока наконец, называется, вышло шило из мешка, и Муше признался в истинной причине своего отказа. Он боялся того, что его старший брат Аарон, который всё это время оставался в Египте, что он может быть обижен тем, что был избран не он, а его младший брат. Все мы люди, все мы человеки. Когда выбирают кого-то, мы, конечно, понимаем, что, наверное, тот, которого выбрали, он больше подходит к той миссии, которая на него возложена. И всё-таки неприятный осадок-то остаётся очень часто. Неприятно чувствует себя тот, кого обошли. Этого Муше и боялся более всего. Это то, что не давало ему принять на себя миссию, возложенную Всевышнему. Как Всевышний отреагировал, когда Муше признался ему в том, что дело в том, что он опасается обиды Аарона. Писано так. «И возгорелся гнев Бога на Муше». То есть, Севышний разгневался. Снова обратим внимание. Нам кажется, что это… А чего гневаться? Наоборот. Нужно было бы сказать, какой хороший человек, он настолько печётся, настолько заботится о своём брате, он так щепетилен, он так боится обидеть своего брата, надо было бы его похвалить. За что же его? Почему же здесь возгорелся гнев? И возгорелся гнев Бога на Муше. И он сказал, ведь Аарон, брат твой, левит, я знаю, что он будет говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, обрадуется сердцем. То есть, ты боишься, что он обидится, наоборот. Когда ты отправишься в Египет, ты увидишь, он выйдет тебе навстречу, и он только очень обрадуется, встретив тебя и узнав, что на тебя, на твои плечи возложена эта самая миссия. И никакой обиды здесь не будет, как ты подозреваешь. И Раши приводит здесь диалог наших мудрецов, который начинается с того, что Рабишо Бенхкар, как говорит, странная штука. Всюду и везде, где написано «и возгорелся гнев», когда говорится о гневе Всевышнего, всегда есть тому последствия. Нет, может быть, у человека это может быть, что он взбеленился, на кого-то он разгневался, а потом успокоился. Ну, ладно. Хасу Шаламу, такого Всевышнего нельзя сказать. Если сказано, что «взгорелся гнев», это означает, что произошли какие-то последствия, произошли какие-то изменения к худшему. А здесь мы вроде ничего не видим, ничего не произошло. А здесь нет последствий. Мы не находим вроде бы наказания вследствие этого гнева. Сказал Муравьё, если ничего подобного. Здесь тоже есть последствия. И очень серьёзно. «Сразу вслед за тем, как сказано, что «возгорелся гнев Всевышнего», Тора продолжает. «Ведь Аарон, брат твой, левит», то есть, на самом деле, он должен был стать левитом, а не коином священником. А священником коином я намеревался сделать тебя. Ну, а вот теперь, в результате того, что ты так упорно отказываешься от моей миссии, теперь рокировка. Он будет священником, ну, а ты левитом. То есть, в строении еврейского народа одно из двенадцати колен – это колено Леви. К нему принадлежит семья мужей Аарона, их отец был по происхождению левитом. Аарон должен был быть простым левитом, как все остальные его сородичи левиты. А вот из колена левита должно выделиться одно семейство, один клан, который будет кланом священников коаним, и родоначальником этого клана по первичному плану должен был быть мужей. Теперь, – объявил Всевышний, – Аарон, брат твой левит был и должен был остаться левитом, а теперь он станет священником, а ты потерял. И снова мы задаём вопрос, ну, почему же… Ну, хорошо, в Туре написано, действительно, разгорелся гнев, и раб Йоси нашёл его последствия. Так оно и произошло в дальнейшем в Синайской пустыне, когда еврейский народ вышел из Египта, так Всевышний и повелел на деле. А ты приблизь к себе твоего брата Аарона, и ты его сейчас посвятишь священнике. Ты будешь его посвящать священнике, но священником будет он, а не ты. А ты останешься, и твои дети останутся простыми левитами. Почему? За то, что Моше проявил заботу о своём брате, за то, что Моше побоялся, что тот обидится, за это нужно было его наказать? Нужно знать, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего определим, что есть два подхода к служению Богу. Подход первый, наиболее распространённый, когда человек ставит в центре своего мироощущения, я не хочу говорить мировоззрением, своего мироощущения восприятие себя. Я в центре. Ну и если я в центре, как и все остальные человеки на Земле, значит, я ищу и стараюсь, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Только я уже настолько развитый, что я понимаю, чтобы мне было хорошо, это не имеется в виду, чтобы у меня был материальный достаток, и я получал удовольствие. Я понимаю, что для того, чтобы мне на самом деле было хорошо. Это означает самое лучшее, что может быть на свете – это служить Богу, это принять Его волю. Его заповеди – они мне на благое. Его служение – оно приближает меня к Нему. Его Тора – она просветляет глаза, она одухотворяет человека, она возвышает его, она… всё. Понимание того, что самое-самое лучшее, что может быть на этой земле – это принятие воли Бога, вот оно и приводит к тому, что человек начинает ему служить. Это один подход. Как говорят мудрецы, рацунейну лаасо тет рацунеха – мы хотим исполнять твою волю. Только что делать? Трудно, лень, яйца рара и так далее, но хотим мы на самом деле исполнять твою волю. Точно. Мы – это прежде всего мы здесь главное – мы хотим, только что мы хотим исполнять твою волю, но нам трудно. Второй подход. Второй подход – когда человек не ставит себя в центр. Себя он вообще здесь не засчитывает. Есть. Бог высказал свою волю. Всевышний сказал вот так. Если он сказал, значит делаем. Не потому, что я думаю, что для меня это лучше всего, а потому, что кто я… я здесь ни при чём, неважно. В наилучшем виде этот подход можно видеть на известной хасидской истории о том, как одного из предводителей хасидизма в первых поколениях, Абзюша из Аниполя, его спросили, Абзюша, не хотелось бы вам поменяться местами с Авраамом. Что бы было, если… Сказал Абзюша – нет, совсем нет. Почему? А чтобы Рябой Нечероним, чтобы владыка мира выиграла от такой рокировки. Сейчас есть один Авраам и один Изюша. Если бы мы поменялись местами, было точно самое. Перемены мест, слагаемых, сумма не меняется. Был бы тоже один Авраам и один Изюша. Поэтому зачем это нужно? Человек, который слушает, не понимает, но большая разница. Либо ты Изюша, либо ты Абраам. Изюша не понял, что его спрашивают. А почему здесь я? У Всевышнего, как раньше был один Авраам и один Изюша, так если мы поменяемся местами, тоже был один Авраам, один Изюша. И что он выиграл. И ничего он не выиграл. Вот это как раз второй подход. Другими словами, я вообще здесь ни при чём. Абсолютно ни при чём. К чему мы это говорим? Мудрецы говорят «Ахошед бекширим локеба гуфо». То есть, тот, кто подозревает людей и зря подозревает, то есть, подозревает того, кого не следовало бы подозревать, то в конечном итоге это приводит к тому, что это поражает его самого. Он понесёт наказание. В чём смысл этого высказывания? Если я кого-то подозреваю в каком-то действии или в каком-то отношении неправильном тогда-то, а оснований для моего подозрения нет, тогда что мои подозрения отражают? Они не отражают суть того человека, которого я подозреваю. Они отражают меня. Иными словами, я поставил себя на его место и подумал и почувствовал, как бы я повёл бы себя на его месте, как бы я почувствовал себя на его месте, как бы я подумал на его месте. И исходя из того, что у меня вышло бы что-то негативное, поэтому я это распространяю на него, но он, наверное, тоже так же. А оказывается, это не так. Что произошло, когда Муше сказал Всевышнему, «Не посылай меня, пошли Аарона». Почему? А он обидится. А Всевышний Путин сказал ничего подобного. Наоборот. Вот увидишь. Он выйдет к тебе навстречу, к тебе в пусыне, он только обрадуется тому, что ты… То есть, это подозрение, а твоё опасение беспочвенное. Значит, вроде как получалось, что это опасение отражало подход Муше. Значит, если бы он оказался бы на месте Аарона, он бы так и да обиделся. То есть, это как раз тот самый первый подход, когда человек спрашивает, «А где же здесь я?» «Ну хорошо, всё это замечательно, а я как же?» Я же хочу быть на самом деле на самом важном месте, на самом первом месте, на том… Когда произошла вторая история с Золотым Тельцом, то выяснилось, что всё, что сказано по отношению к Муше не имеет никакого отношения. То есть, что сказал Муше? «Если ты не простишь народ за грех Золотого Тельца, то сотри меня из книги, которую ты написал. Я не хочу в этом быть вообще». То есть, полное самопожертвование, полная отдача. Я здесь совершенно ни при чём. Здесь произошло полное исправление того впечатления, которое могло возникнуть, когда Муше заподозрил Аарона, что он может обидеться. Здесь Муше показал, наоборот, что он относится именно к тому второму подходу. Так, как рыбзюши. А я здесь при чём? Я здесь ни при чём. Что из этого выйдет Всевышнего? А я здесь ни при чём. «Простишь народ?» Хорошо. «Не простишь?» Сотри меня. Я в этом не участвую. Я не хочу в этом быть. Мне здесь нет места. Поэтому Всевышний стёр место Муше именно в этой самой главе. в которой Аарон становится священником. И для того, чтобы понять, что со стороны Муше здесь не было никаких претензий, обид или ещё чего-нибудь, вот именно здесь закрывается, замыкается то самое кольцо, тот самый круг, который начался ещё в Синайской пустыне, прошло через Египет и так далее. Ну, вот это одно объяснение. То, что называется дроша. Все элементы искусства дроши здесь налицо. Привлечение самых разных материалов, широкий взгляд, жонглирование понятиями и так далее. И в конечном итоге красивое объяснение. После того, как человек его выслужил, ему становится на душе приятно. О, красиво! А теперь другое объяснение, совершенно иное. Вопрос тот же самый. Почему имя Муше было стёрто именно в этой самой главе, в которой Аарон назначается священником? Со всей большевистской откровенностью нужно сказать, что для Муше это было неприятно. И дело здесь было не столько в личной обиде. Муше принципиально понимал и считал, что Аарон попросту не подходит к этой роли. Почему он считал, что Аарон не подходит? Ему казалось, что так как Аарон проявил себя в истории с Золотым Тельцом, вот его поведение в этой истории, оно делает его непригодным к должности священника. Что это значит? Аметраж говорит, что когда Муше спустился с горы Синай, на себя скрижали, ибо Всевышний сказал ему, спускайся, посмотри, как твой народ согрешил, и он увидел ещё издали хороводы вокруг Золотого Тельца, это было ужасно. Но ещё ужаснее было зрелище, когда он подошёл ближе, и он увидел, что Аарон во всём этом участвовал, а именно, что он участвовал и понял это и увидел, что Аарон участвовал в изготовлении Золотого Тельца. Почему Аарон участвовал? Всевышний тут же сказал Муше, ты не обращай на это внимания, он имел только самые-самые-самые лучшие намерения. На что это похоже, говорит Медраж? Похоже это на принца, на королевского сына, который вознамерился пограбить немножко, потрясти казну своего отца, и для этого нужно было сделать подкоп. Нашёл принц где-то во дворцовой кладовке, нашёл он там лопату и стал копать. Увидел это его воспитатель, гувернёр, и сказал ему, «Ваше высочество, что вы будете ваши ручки марать, напрягать? Это же тяжело копать. Давайте уж я вместо вас буду копать, а вы подождите». То есть гувернёр для чего это сделал? Для того, чтобы только спасти своего воспитанника от греха. И кроме того, делал это медленно, делал это тихо, делал это не тихо, а громко так, чтобы его поймали, остановили на этом, и чтобы подкоп в конечном итоге не состоялся. И когда царю стало известно, что воспитатель принца, он занимался подкопом в казну, то он его тут же простительно сказал, «Ладно, я так понимаю, для чего это делать, просто хотел моего сына выгородить, поэтому я тебя наказывать не буду». Так и сказал Всевышний Мужчин, не гневаясь на Аарона. Всё, что он делал, он делал только из самых лучших намерений. Почему он так себя повёл? Он был здесь коллаборационизм, он сотрудничал с теми, кто требовал сделать золотого тенца, они пришли к нему. Пусть Аарон – священник, пусть он сделает нам божество, которому мы будем здесь… сделает нам изображение, точнее, божество, которому мы будем поклоняться. Священник должен делать. Это кто-нибудь, какого-нибудь толпоклонника, настоящий, настоящий священник. Ну и что ему было сказать? «Нет, не буду, тельняшку ему, стреляйте». Он так не поступил. «Ладно, сделаем завтра». «Нет, сегодня уже поздно, сегодня уже не успеете, это серьёзное дело. Будем завтра. Завтра приносите материал, приносите золото». Ну и завтра он тоже начал делать всё аккуратно, медленно. Это называется сегодня итальянской забастовкой. Всё очень… Надеялся, что в какой-то последний момент придёт мужей, и всё это прекратится, ибо ему было ясно, что причина всего этого настроения, которое привело к созданию тельца – это именно то, что мужей скрылся и его нет. И вот это вот Аарон, таким образом пытаясь в этих ужасных условиях, вместо того, чтобы сказать одно «нет» и встать поперёк, преградить дорогу, попытаться преградить дорогу грешникам, воспротивиться им и закрыть грудью амбразуру пулемёта, вместо этого он с ними сотрудничал так, чтобы стараться спустить дело на тормозах, чтобы минимизировать зло, но не противиться ему. В глазах Моше это был совершенно неприемлемый поступок. Моше – совершенно другой человек. Он – это человек, суть которого истина, суть которого совершенство, он тоже называется «медат-один», то есть атрибут справедливости, абсолютная истинная истинная. Мы можем увидеть одно простое сравнение – как ведут себя два брата в одинаковой ситуации. Моше выходит в один прекрасный день, ещё будучи воспитанником египетского фараона, он выходит на улицу и видит, что два еврея ссорятся. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он Непрамову, почему ты бьёшь своего ближнего? Он быстро просчитал ситуацию, быстро выяснил, прежде всего захотел выяснить, два человека дерутся, а кто зачинщик, кто здесь неправ, кто здесь нечестивец? И когда он понял, кто, он тут же его отчитал. Почему ты бьёшь, почему ты поднимаешь руку, кто тебе дал право поднимать руку на другого человека? Поведение Муше. А как вёл себя Арон в этой ситуации? Письменная тора нам не говорит об этом, но в устной торе есть точное описание того, как Арон вёл себя в подобной ситуации. Говорит Медраж так, что бывало, два товарища ссорились, приставали общаться друг с другом, может, и сердились друг на друга. Что тогда делал Арон? Что бы сделал мой же Рабейну в этой ситуации? Он бы тут же постарался выяснить, кто в этой ссоре неправ, пришёл бы и отчитал бы по первое число того, кто неправ. Что делал Арон? Он приходил к одному из них, садился рядом с ним и говорил, знаешь, я вот видел твоего товарища, на которого ты сердишься, он так огорчён вашей ссорой, он просто места себе не находит. Он говорит, как жаль, что я поссорился, я, наверное, виноват в этом, жалко, надо бы нам помириться. Человек это выслушивал, принимал. Затем он шёл ко второму и говорил ему то же самое. Знаешь, что я только что был у твоего товарища, но не болела правда, действительно, только что был. Он на самом деле тебя любит, он так сожалеет, что вы поссорились, ему это так неприятно, он так ищет пути примириться, ему так прошиво на душе от того, что он обидел своего друга, он так стыдится того, что он тебе наговорил. Ну и после того, как люди встречались случайно, то они и тут же мирились и оставались друзьями. Меня сейчас интересует не хэппи-энд все какое-то, то, что все после этого мирились, бросались друг другу на шею и так далее, а реакция Арона. Он не отчитывает никого, потому что он понимает, что люди есть люди. Во-первых, скорее всего, не удастся узнать, кто здесь прав, кто здесь виноват, потому что в ссоре оба бывают виноваты, кто больше, кто меньше. Ну, в общем-то, Арон примиряется, он считается со слабостями людей, с человеческими, поэтому он старается здесь и манипулируя их сознанием, привести их к тому, чтобы примирились, но понимает, что все исходит из слабости. Может, я себя так бы не повел. И поэтому вот эта вот готовность Аарона идти на компромиссы, его отсутствие у него подхода ревнителя, ревнителя за истину, ревнителя за совершенство, вот это, может, оказалось, что из-за этого он не может быть священником в храме Бога. А Всевышний решил прямо противоположить, наоборот. Почему? Мы уже говорили, что вообще сама заповедь о сооружении храма, в сооружении Мишкана, она пришла после греха золотого тельца, после всего того, что произошло. Некоторые комментаторы говорят, это не просто хронологически так получилось. Нет. Более того, это была реакция Всевышнего на грех золотого тельца. Что выяснилось, произошло событие, вот этот вот сам грех золотого тельца, который требовал исправления, искупления. И вот храм, который должен быть построен, он и создан для того, чтобы искупить грех золотого тельца. Поэтому Всевышний победил построить Мишкан. На первый взгляд, кажется, не слишком ли далеко заходят эти комментаторы. В конечном итоге храм и храмовая служба – это очень серьезная часть Торы. Храм, разрушение которого мы вспоминаем в эти дни сегодня. Рошходы с начала месяца Ав. Начинаются 10 дней до 9 Ав, в котором мы вспоминаем разрушение храма. Так что весь этот храм это был только из-за золотого тельца, если бы не было, то вот тельца и храма бы не было. Не слишком ли далеко эти комментаторы заходят? Как все это понимать? А начинается это все очень далеко. Даже не с того, как, может, я оказался в Сенатистской пустыне намного, намного раньше. Адам, первый человек, Адама решил. Что о нем было сказано? Адам и Хава написано в Торе. «И были они оба нагими, человек и его жена, и не стеснялись». А как же так? Они не стеснялись того, что они ходят без одежды. Говорит, Раши, причина тому, что они не стеснялись, потому что у них, у человека, еще не было яйцера. То есть, когда человек стесняется. Когда человек делает что-то, в чем он не чувствует ничего, ничего, никакой связи с чем-то плохим, с чем-то постыдным, он и стесняться не будет. Никто из нас не будет стесняться того, что человек может ехать в общественном транспорте, открыть книгу и читать. Прямо так вот на глазах у всех и читать. И не стесняется, естественно. А по отношению к другим вещам у человека проявляется стыд. Почему? Стыд у человека появляется тогда, когда он ощущает и понимает, что он делает что-то, что, в общем-то, ему не очень подходит, не очень подходит. Что-то, что связано с какой-то теневой стороной человеческой жизни. Не стало быть, пока у человека не было яйца рара, не было у человека стремления к козлу, то в ноготы своего тела человек не стеснялся, потому что не видел в ней совершенно ничего, ничего связанного с чем-то. Что такое? Точно так, как сегодня человек не стесняется того, что он коет, когда у него лоб открыт. Все могут прямо смотреть на его лоб. Да, на это место он фильм не надевает. А что? Поэтому нужно кепку с козырьком носить, чтобы никто не видел? Нет. Точно так же тогда человек относился к своему телу. Это было естественно и нормально, ибо яйца рара у него не было. Так говорит Раша. На первый взгляд очень странно. Стоп, стоп, как-то. Если не было яйца рара, а был ли человек тогда свободен в своем выборе? Ведь мы понимаем, что создание человека было именно… Целью его было создание обладателя свободы выбора. И более того, а если у него не было свободы выбора, так как же он согрешил? Ведь в конечном итоге он же съел запретный плод, значит, он согрешил. А как же он согрешил, если у него не было яйца рара? Масса-масса-масса вопросов. Ответ, который приводит Рабихайм из Воложина в книге Невша Хайм, он следующий. Яйца рара у него не было, конечно. Но он был обладателем выбора. Выбор может быть совершенно иной. У нас сегодня мы ощущаем выбор следующим образом. Я знаю, что мне чего-то нельзя, но я чувствую, что меня к нему влечет, я чувствую влечение, мне его хочется. И я себе говорю, да, мне этого хочется, меня к нему влечет, но я знаю, что мне нельзя. И вот теперь как я выберу? Выберу я то, что я знаю, что мне нельзя, или то, что я знаю, или я выберу то, куда чувствую влечение. Либо в обратной ситуации. Я знаю, что я обязан это сделать, но мне очень не хочется. Понял, я кому-то сказал гадость, надо извиниться, но мне очень не хочется. Вот здесь вот действует яйца рара – сознание того, как правильно. Против него есть внутренняя сила, которая, я чувствую, что она мне мешает. Либо мне не хочется делать того, что надо, либо мне хочется, меня влечет к тому, чего не надо, чего нельзя. У первого человека, у Адама этого не было. Ибо весь он целиком и полностью был, кулок отдышен, был весь, только из… ничего негативного в нём не было. Это был чистый разум с самыми лучшими устремлениями. Поэтому и соблазн и искушение пришли извне. Там появляется такой персонаж, который называют Нахаш – змей. Нам сегодня никакой змей не нужен, потому что мы чувствуем сегодня влечение к запрещенным вещам, нас к ним влечёт. А вот Адам, проходя мимо запретного плода, не чувствовал, что его влечёт к этому самому плоду. Ничего его не влекло. У него не было этого самого влечения. Свобода выбора была. В чём? Он мог заполучить это самое влечение, если бы он съел запретный плод. Что представляло собой, что сказано об этом запретном плоде? Эц дат тов вера – плод познания добра и зла, объясняет Рабхаем выложено, чтобы слово познание, не имеется в виду узнать что-то, прочитать о чём-то, чего не знал раньше. А я раньше не знал что, а вот теперь прочитал и узнал. Дело не в этом. Как там написано раньше, до этого «Ваяда Адам и тхава и что?» И познал Адам свою жену Хау. Не имеется в виду, что они познакомились? Имеется в виду совокупление, соединение. То есть «эт дат тов вера» – это соединение добра и зла. До того, как Адам согрешил, добро было само по себе, зло было само по себе. Человек, он был средоточием всего добра, всего хорошего, всего наилучшего в этом мире. Зло присутствовало в этом мире, но не в нём. Поэтому и появляется вот этот вот внешний искуситель – Нахаш. Результат греха был самый ужасный. А именно, съев этот запретный плод, человек почувствовал, что отныне зло свело гнездо в нём самом. Оно превратилось в часть его собственной личности. Теперь мы себя отождествляем с яйцарара, с этими влечениями. Адам не чувствовал, что его влечёт к этому самому запретному плоду. Его нужно было… Искушение здесь было совершенно другое. Оно было направлено на то, чтобы ему доказать, что на самом деле Всевышний, когда ему сказал «нельзя есть», он имел в виду другое. Он имел в виду совсем иначе. Он имел в виду, наоборот, чтобы он его сначала попробовал, чтобы съел, чтобы понял, как это съедется. А вот после этого уже он его отверг и так далее. Но не было этого влечения. Влечение появляется после греха. То есть результат греха первого человека – это что зло и добро перемешались в мире и в самом человеке. до греха Адама идея о том, что нужно выделить какое-то место, чтобы оно было храмом, чтобы это было место святое. Что такое святое? Это значит отделенное от всего остального мира и возвышенное в этой своей отделенности. Эта идея была абсолютно излишняя, ненужная и непонятная. Почему что-то должно быть выделено как святое? Да все вокруг было святое. Весь мир. Весь мир. Весь мир возвышенный. Весь мир добро. Весь мир сияющий. Весь мир – святоточие света. Но вот когда Адам согрешил, когда добро и зло в мире перемешались всюду и везде, вот теперь возникла необходимость исправлять. Вся история человечества после греха Адама – это называется тикун исправления. Этим мы и заняты по сей день. Исправляем, исправляем, исправляем. Как бы исправляем, больше не напортачили – это, безусловно, тоже присутствует. Но направление главное – это исправление. И как же оно действует? Каким образом? Прежде всего выбирается Авраам, его потомки. Они попадают в Египет, выходят из Египта. И вот здесь происходит вот этот вот выход, вычленение еврейского народа из дружной семьи всех остальных народов, всех остальных людей. Вот это вот первое выделение, первое отчленение. «Выйдя из Египта и придя к горе Синай и согласившись принять законы Торы, еврейский народ достиг исправления греха Адама». За неимением времени я не могу входить в это подробно и серьезно, но в этом был смысл того, что произошло. Но и наши мудрецы говорят, что стоя, когда еврейский народ стоял у горы Синай, пасказуаматам, то есть та скверна, которая является последствием греха Адама, от нее евреи, стоявшие у горы Синай, очистились. Только что нужно было удержаться на этом. Говорит царь Давид, «Сказал я, ангелы, вы и сыновья Божьи, все вы, так ангелы полностью, полностью очищены». Вот это состояние еврейского народа у горы Синай – ангелоподобные, но только что. «Однако, как человек умрете и как любой сыновник упадете». Как там говорил Шолан-Алахим, человек похож на плотника, как плотник живет, а потом умирает, человек тоже живет, а потом умирает. «Я сказал, вы ангелы, а оказалось, вы помрете, как все обычные люди, как человеки». Что произошло? Как это такое падение? А это грех золотого цельца. Грех золотого цельца в какой-то степени был повторением того, что произошло с Адамом. По многим параметрам. И с этого своего достигли уже, вот-вот-вот достигли исправления, почти-почти полного исправления всех последствий греха Адама, только бы на этом удержаться не удержались. Золотой цельец – и снова откатываемся назад. Снова откатываемся назад. Значит, снова текун. Значит, снова мы оказываемся в состоянии, в котором опять добро и зло перемешано. Всюду и везде. Вот теперь необходимо… В чем эта работа по исправлению? В чем текун? Нужно отделить. Отделять добро от зла. Разделение – разделение. Разделение плохого от хорошего. И сразу начинаются заповеди. Вот это вы будете есть, а вот это нельзя есть. Вот это можно, а вот это нельзя. Это вы будете пить, а вот это не будете пить. Это будете делать, а это вы не будете делать. Есть разделение на разрешенное и неразрешенное. Есть разделение на то, что повелено делать, и то, что не повелено делать. Есть ещё одно разделение – на холь и кодыш. Есть холь, т.е. обычное, обыденное, простое, а есть Кудыш, выделенная из всего вот этого мира, в котором всё перемешалось, выделенный островок во времени или в пространстве, в котором всё возвышенно, в котором всё должно быть чисто, очищено, возвышенно, приподнято. Это идея храма. Идея храма, безусловно, возникает после греха золотого цельца. Можно ли было обойтись без него? Можно было. Если бы только остались на уровне, которого достигли у Карысинаи, то есть на уровне Адама. Адам не нуждался в храме. Весь мир был для него храмом, а он был священником в этом колоссальном-колоссальном храме природы. И точно так же еврейский народ. Сказано. Всевышний сказал им перед получением Торы, а вы будете мне царством священников. Все священники. Не нужно выделять особую группу, которая будет священниками. Все священники. Не нужно выделять храм, потому что всё храм. Так должно было бы быть, если бы не грех золотого цельца. Грех золотого цельца – полный откат снова назад. Снова откатываемся назад. Вот теперь вот нужно снова исправлять потихонечку, потихонечку, потихонечку. Муше с этим не смирился. Муше почти требует и у Всевышнего. Теперь либо ты простишь грех, либо сотри меня из книги, которую ты написал. Муше не человек компромиссов. Либо всё, либо ничего. Либо возвращаемся к состоянию, которое было до того, где было, либо ничего не надо. Всевышний не собирается возвращать всё на то место, где было. Ничего не попишешь. Грех был сделан. Последствия его есть. Снова всё перемешалось. Всё перемешалось. Надо исправлять. Медленно, постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом. Это исправление через то, что выделяется. Особое место, кодыш, святое, храм. В нём выделяются особые люди, которые будут в нём служить. В нём будут приносить жертвоприношения, при помощи которых можно будет преодолевать последствия греха. Это медленная, медленная работа, учитывающая все слабости человека, все его пороки, все ему. Муше не годится для этой работы. Он абсолютная правда. Чёрное, белое. Всё или ничего. Истина, ложь. Никаких компромиссов. Он не подходит к храму. А Аарон для этого подходит. Он тот самый человек, который по своим душевным качествам наиболее всего подходит для вот именно такой работы исправления недостатков, исправления последствий зла, постепенного, постепенного, постепенного исправления. Поэтому имя Муше стёрто из этой самой главы. Главы, в которой говорится о человеке, который будет служить в храме. Построить храм – это Муше может. Собрать его – это тоже для него. Руководить всей работой – это тоже для него. Служить в нём – это не для него. Он назначит Аарона, но служить будет Аарон. Тот человек, который может привести к этому медленному процессу преодолевания последствий греха, медленного искоренения зла, медленной работы по выделению, разделению между святым и будничным, для того, чтобы был храм, до тех пор, пока в конечном итоге вся эта работа не закончится, и тогда наполнится вся земля знанием Бога, и тогда всё вернётся в то самое идеальное состояние, которому подходит Муше, когда весь мир – храм, и все люди – священники. Субтитры создавал DimaTorzok